Здравствуйте! Вы смотрите программу «Вечерний разговор». В последнее время в телеэфирах моих коллег стало хорошим тоном во всех территориальных конфликтах, замороженных или размороженных, видеть некую войну титанов, войну Востока и Запада. И это продолжает в наших умах культивировать некое такое иждивенческое настроение, объяснение которому очень простое. Во всем замешаны все, кроме нас, и мы не можем ничего изменить. Так ли это? Будем разбираться. Сегодня гость нашей программы Андрей Сафонов, политолог и президент фонда Центра стратегических исследований и инициатив Юго-Восток. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну вот буквально не так давно, я хотел бы напомнить нашим телезрителям еще такой момент, что очень многое время вы проработали в Тирасполе, были одним из первых, то есть были в составе первого парламента Республики Молдова. Сначала Верховного Совета, а потом уже последнего Верховного Совета, а потом уже первого парламента. И тематика, с чего мы начнем наш сегодняшний разговор, с темой Приднестровья, вам близка. Эта тема буквально не так давно поднималась практически на самый высокий уровень. В беседе двух президентов, Владимира Путина и Барака Обамы по телефону. Вот чем этот разговор стал, по-вашему, предупреждением или договором? Он стал и не предупреждением, и не договором. Он обозначил то, что эта проблема вышла на гораздо больший уровень, чем она достигала его раньше. Прежде всего, надо четко увязать это с украинской проблематикой, с тем противостоянием, которое, с одной стороны, между титанами, как мы говорим, это Россия и Соединенные Штаты, и в какой-то мере Евросоюз. А второе – это извечное противостояние разных векторов движения самой Украины. Восток и юга с одной стороны, запада с другой, и промежуточная сила – это центр Украины непосредственно с Киевом. Поэтому, конечно, Приднестровье сейчас оказалось, кстати, вместе с Молдовой, но во многом, я бы сказал, на острие атаки. Почему? Дело в том, что речь сейчас идет о том, какой проект победит на Украине. Либо это унитарный проект, когда вся страна оказывается под контролем только Запада. Или... Но уже без Крыма. Но уже без Крыма, да. Но Крым – это отдельная песня, и, в общем-то, это понимает не только Москва, но и Вашингтон и Брюссель. А что касается юга и востока Украины, то, конечно, там, возможно, произойдет или, напротив, не произойдет федерализация. Если федерализация случится, то, конечно, влияние Москвы вырастет. В этой ситуации политическое влияние Москвы мгновенно вырастет и в Приднестровье, и на правом берегу Днестра, в Молдове. И вот как сейчас в эти месяцы все сложится, мы, так сказать, будем посмотреть. Да, ну вот итоги крымского референдума вдохнули некую такую вторую жизнь в ожидании приднестровцев. В ожидании решения своей судьбы, потому что почувствовали себя зажатым. Вот, как вы сказали, вместе с Молдовой, но Молдова уже официально, во всяком случае, сегодняшней власти уже повесткой дня своей ориентированы строго довести страну до подписания соглашения с ЕС, ассоциирования с Евросоюзом. И в данном случае вот Тирасполь, мне кажется, ведет себя как человек, у которого нет выбора. И вот как следует действовать сегодняшнему руководству, допустим, от этого региона Приднестровского, когда есть понимание того, что Украина изменилась. Ведь, например, в формате 5 плюс 2 там будет присутствовать делегат или представитель Украины наряду со всеми остальными, Россия и так далее. Но риторика уже, мне кажется, сильно изменится. Если тогда украинцы где-то шли параллельным курсом с Российской Федерацией в этих переговорах, то сейчас, мне кажется, уже будут две разные точки зрения. Ну, во-первых, я думаю, что приднестровцам не надо в этой ситуации как-то отчаиваться на месте властей, на месте официальных органов. Были времена, когда Украина, особенно 1990-е годы, она была в какой-то мере даже ближе к западному вектору развития, чем сейчас. Но что тогда предпринимал официальный Тирасполь, а также политические партии, общественные организации? Они просто-напросто старались спокойно работать с украинской стороной, показывали те точки соприкосновения, которые есть, а они есть при всех режимах, будь то в Киеве или Тирасполе. И обращали внимание также на те риски и угрозы, которые возникают. Одна из таких угроз, которая беспроигрышно использовалась не только Тирасполем, но и объективно существовала и существует, это, конечно, проникновение румынского влияния на те украинские территории, которые служат объектом такого вот продвижения. Вы имеете в виду паспортизацию такую тотальную? Я имею в виду, это и Северная Буковина с Черновцами, это и Южная Бессарабия с Приморской вот этой территории. И, наконец, это то, что уже было Румынией фактически у Украины взято. Это часть газоносного шельфа в районе острова Змеиной. Поэтому, если мы говорим сейчас о том, что для нынешнего украинского киевского руководства Приднестровье может в чем-то не совпадать по идеологическим моментам, хотя в чем именно, пока никто так и не объяснил. Не было каких-то со стороны Киева на этот счет официальных заявлений. То со стороны, допустим, политики официального Бухареста такое несовпадение уже прослеживается. Это те действия, о которых мы только что сказали. В районе острова Змеиной, ну и так далее. Следовательно, надо просто не торопясь продолжать работать. Терпеливо разъяснять на месте руководителей ПМР о том, что они и Приднестровье в целом не являются каким-то врагом официальному Киеву. И я полагаю, что такая абсолютно хладнокровная, спокойная политика, она должна дать свои плоды раньше или позже. Но это мы гадаем немножечко за официальные структуры. Кто знает, как будет складываться. Ну, я думаю, что вот сегодняшний Киев, я имею в виду власти, будем так говорить, но находится в некотором раздражении вот этой пророссийскости Приднестровья. То есть, если исходить из того, что содержат информационные ленты о каких-то задержаниях в Одесской области, о том, что не пропускают Приднестровцев с российскими паспортами, транзитом или при въезде в Украину. То есть, видимо, вот этот элемент напряжения присутствует тем или иным образом в большей или меньшей мере и вызывает, будем говорить, совсем не радужные прогнозы в отношении двух этих сторон. Вы знаете, Станислав, конечно, есть элементы напряженности. Но эти элементы, особенно если попытаться окинуть их спокойным взором, без того, чтобы впадать в эмоции, они базируются еще и на том, что и на сам Киев идет целенаправленный поток информации для того, чтобы стравить его с Приднестровской стороной. Это ведь совершенно очевидно. Если раньше Киев и Тирасполь во многом действовали в унисон, оппонируя проникновение румынского влияния, как мы уже говорили, то теперь, если удастся столкнуть их между собой, конечно, задача правых политических кругов Бухареста и их единомышленников в Кишиневе, она во многом окажется легче исполнимой. Поэтому надо просто-напросто пережить тот опасный момент, который сейчас, безусловно, имеет место, и вырулить на то, чтобы продолжать с помощью, как мы уже сказали, терпеливого убеждения работать с украинской стороной. Помните, в 1991-1992 году, когда между Россией и Украиной тоже были отнюдь непростые отношения после развала Советского Союза? Более того, даже ставился вопрос о возможном вооруженном конфликте из-за Крыма. Ряд официальных лиц сделали жесткие заявления. И то, во время апогея конфликта 1992 года, Приднестровской стороне удавалось одновременно привлекать помощь и из Российской Федерации, и из Украины. Конечно, сейчас, слава Богу, мирная ситуация, войны никто не хочет, но в политическом плане опыт того времени, может быть, для Приднестровского руководства окажется небесполезным. Но это опять-таки мы гадаем сейчас за них. Ну, будем, как говорят в Одессе, будем посмотреть, увидеть бы. В Париже, после телефонов разговора Путина и Обамы, в Париже состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств США и России Керри и Лаврова. И Лавров тогда заявил, что Российская Федерация видит Приднестровье в качестве региона с особыми полномочиями, или с особыми статусами в рамках единой, суверенной Республики Молдова. Остается, что Приднестровье и с Молдовой нужно сейчас продолжить тот или иной диалог. То есть, я имею в виду Террасполь и Кишиневу развивать диалог, исходя из этой повестки дня. Или это все-таки, ну, не знаю, какая-то такая, будем, операция прикрытия, которым сейчас, как правило, дипломаты занимаются во всем мире, чтобы отвлечь внимание от реальных процессов, которые происходят? Ну, я бы тут разбил постановку этого вопроса на две части. И причем начну с тех слов, которые вы как раз и сказали немножко раньше. Дело в том, что есть позиции больших игроков, а есть позиции Кишинева и Террасполя. И в данном случае, я считаю, они имеют не меньшее значение. Почему? К сожалению, с точки зрения пропаганды, уже давно так повелось, что приходится слышать со стороны, допустим, Молдовы, о том, что Приднестровье полностью пляшет под дудку Кремля. Со стороны Приднестровья часть пропагандистов заявляет, что Молдова – это марионетка Вашингтона или Брюсселя. Но на самом-то деле, никуда не уйти от того факта, что у каждого из государств есть свои интересы, какое бы маленькое или большое, признанное или непризнанное, оно было бы. Поэтому в данном случае, насколько мне известно, насколько все мы видим, Приднестровская позиция остается прежней. Это независимое государство. Позиция Республики Молдова базируется на законе 2005 года. Это унитарное государство в границах бывшей Молдавской ССР. И это определяет действия официальных лиц Приднестровья и Молдовы. Что касается больших игроков, не будем забывать следующее. Дело в том, что вот Карасин, например, замминистра иностранных дел России на днях выступал. У него была такая интересная постановка вопроса, что все спорные моменты, например, между Россией и Украиной, будут обсуждаться с демократическим правительством Украины, которое, как он надеется, он сказал, будет сформировано. Смысл такой. То есть тут есть определенный ход, мол, нынешнее руководство в Киеве таковым Москва не считает. Что же касается разговора Обамы и Путина, то здесь есть вот какой посыл. Уже говорится много лет относительно особого статуса в границах территориально-целостной и одновременно нейтральной, как сейчас было подчеркнуто в военном и политическом отношении Молдовы. Но поскольку власти, допустим, Кишинева четко держат курс на интеграцию с европейскими структурами, не на членство, которое реально сейчас труднодостижимо, а на всевозможные привязки к тем или иным программам Евросоюза, к договоренностям с Евросоюзом, то вряд ли они пойдут на то, чтобы быть полностью нейтральными между, допустим, таможенным союзом и ЕС. Следовательно, этот фактор, как мне представляется, учитывают в Москве как фактор, который затрудняет достижение такого статуса в границах территориально-целостной Молдовы. Поэтому я считаю, что, конечно, под спудом идет по-прежнему игра со стороны больших держав за сферу влияния, ну, США, Россия и международная организация ЕС, и со стороны Кишинева и Тирасполя за достижение своих целей. Повторяю, ПМР – независимость, Республика Молдова, унитарное государство в границах бывшей МССР. Какая тенденция победит, это во многом зависит от того, как пойдет дело на Украине сейчас. – Опять же, время покажет. И вот в продолжении моего вопроса, я так понимаю, что в диалоге между Керри и Лавровым упоминался и формат 5 плюс 2, про активизацию этого процесса для того, чтобы уже, наверное, довести до некой логической точки или какого-то этапа. Ну, вот как, по-вашему, будет строиться работа в этом формате, с учетом изменившейся сегодня такой геополитики или уже региональной политики? – Ну, здесь надо, прежде всего, исходить из того, в каком положении будет находиться и как будет себя вести Украина. Дело в том, что ее статус несколько изменился в плане отказа от председательства в СНГ в этом году. Это было заявление руководства в Киеве. Очевидно, надо будет определиться украинской стороне, это я только предполагаю, относительно тех или иных планов урегулирования. Я имею в виду конкретных планов. Унитаризм, федерация, конфедерация, развод, как говорят, допустим, некоторые сами. Ну, я думаю, только на это мы и можем уповать, потому что любая нецивилизованная форма противостояния, она сейчас неприемлемая, это борьба, а кому это нужно? Кстати сказать, даже возвращаясь к предыдущему вашему вопросу, быть может, я не до конца охватил все в своем ответе, я полагаю, что Кишинев и Тирасполь сейчас должны как раз активизировать переговоры в плане недопущения каких-либо рецидивов вооруженного конфликта. – На уровне двух сторон. – Да, а как это сделать? Я считаю, было бы целесообразно заключить договор между Молдовой и Приднестровьем о неприменении силы в ходе урегулирования конфликта на Днестре. И, наверное, здесь участники 5 плюс 2 были бы хорошими гарантами недопущения такого конфликта. Может быть, параллельно бы велась работа о сокращении силовых структур в зоне противостояния, бывшего, слава богу. Это бы, наверное, создало какие-то дополнительные гарантии. Но что захотят из этого взять стороны, а также те, кто принимает участие в формате, мы пока не знаем. Поэтому остается уповать на то, что переговорный процесс, по крайней мере, по тем вопросам, которые не требуют концептуального решения, статуса и так далее, он должен как минимум не прерываться. Я считаю, это важно. Сохранять свое место в повестке переговоров, переговорного процесса. Ну, конечно. Если мы снимем угрозу какого-либо вооруженного конфликта, стрельбы в любом виде, в любом масштабе, я считаю, это будет уже огромнейший шаг вперед. Особенно на фоне того, что, к сожалению, произошло на Украине во время известных событий в Киеве. Если так ненадолго отвлечься и нырнуть в историю, в тот же 1991 год, тогда в разделении нашей страны произошло на Ниве неприятие тренда, который проводили, будем говорить, уже формировавшиеся правые силы, вот этот унионизм. И неприятие этого унионизма, то есть столкновение на этой почве и послужили разделению страны. И вот не кажется ли вам, что сейчас либо эта риторика вновь как-то обостряется, или наоборот, просто эксплуатируется, но в какой-то такой посредственной форме? Вы знаете, дело в том, что, конечно, людей много и мнений много, и они придерживаются подчас диаметрально противоположных взглядов. Я считаю, ко всем точкам зрения надо относиться с должным уважением, но при этом я категорически, наверное, как и все мы, против того, чтобы та или иная точка зрения навязывалась с помощью либо открытой силы, либо давления на грани силы. Исповедовать люди могут, конечно, любую ту систему идеологии, которую они считают приемлемой, но за исключением, как говорится, чтобы никого не кушать, не резать, не стрелять и не убивать. Это очень важно. Что касается унионистской идеи, то если она просто на уровне дебатов, на уровне демократического предложения, конечно, запретить это никто не может. Но если речь идет, опять-таки повторяю, о методах, которые применялись в начале 90-х годов, с давлением, с окружением административных зданий, с нагнетанием напряженности, с нагнетанием истерии, конечно же, это неприемлемо. Почему сейчас наблюдается определенный всплеск интереса к этому, в том числе и, к сожалению, к методам давления? Ну, наверное, потому что части сил, которые поддерживаются некоторыми политиками из самого Бухареста, кажется, что наступил удачный момент для того, чтобы одним рывком как бы изменить геополитическую ситуацию на юго-западе бывшего Советского Союза. Но в то же время и оппонентам этой точки зрения кажется, что, например, события вокруг Украины, вокруг Крыма позволяют создать эффективный противовес унионистской идеи. И вот очень важно, чтобы носители всех этих идей не сошлись друг с другом в открытом столкновении, чтобы все было на уровне нормального противоборства политических концепций, нормальных политических дискуссий и никак иначе. Я считаю это очень важным. Ну, здесь все-таки еще, наверное, важна роль государства, потому что если государство себя должно как-то позиционировать, мы называемся Республика Молдова, язык у нас в Конституции вписан молдавским, несмотря на то, что большинство его носителей все время, все чаще говорят, говорим на румынском. И вот не так давно было принято решение конституционным судом называть этот язык румынским. И вот в этом смысле, мне кажется, государство работает в сегодняшней своей форме, работает как пятая колонна. Посмотрите, идет преподавание румынской истории. То есть в школы, гимназии, в лицее выпускают людей, готовых не просто принять эту идею, а уже носителями этой идеи. Ну, здесь есть опять-таки два момента. Первый момент. Вопрос, особенно острая постановка вопроса о языке, о его названии и графике, абсолютно всегда на протяжении ста с лишним лет, как этот вопрос ставится, она совпадала с колебанием геополитических весов. Когда восток с ядром в России был сильнее, то, конечно, мгновенно усиливались, назовем их так, молдавинисты и кириллисты, сторонники кириллической графики. Как только Запад и Румыния, которая выступала в своих интересах в качестве авангарда некоторых западных сил, наоборот, брали верх, конечно, тогда на поверхности, на коне оказывались сторонники самоназвания «Румынский язык» и перевода его на латинскую графику. Никогда этот вопрос не был вопросом, лишенным политического начала, никогда он не обсуждался чисто академически. Что же касается нынешнего положения... Хотя, мне кажется, должно быть все-таки, опять же, роль ученого человека в этом вопросе важна. Оно бы так. Но дело в том, что все время решался вопрос, в какой сфере влияния Молдавии находиться. Либо, назовем условно, российской или советской, или возьмем обобщенной имперской. В этом нет ничего хорошего. Я считаю, империя – это вообще прекрасная вещь. Это мощь, это перспективы, это жизнь, наконец. И это возможность аккумулировать огромные ресурсы для решения как огромных, так и небольших по масштабам задач. А когда, наоборот, она отдавала трещину империи, в любом ее, так сказать, виде, с любым режимом, тогда, конечно, сторонники уклона в румынизм, они, безусловно, были, опять-таки, повторяю, на коне. Но сейчас, очевидно, какой-то промежуточный момент, потому что 90-е годы прошли, нулевые над нами отшумели. Москва, как говорил князь Горчаков в свое время, и Россия в целом сосредотачиваются. Поэтому уже мир перестает быть однополярным. И вопрос, который в 90-х годах казался окончательно решенным, сейчас уже далеко не столь очевиден. Ну, в общем-то, это, опять же, один из тех моментов, которые делят граждан Молдовы наполовину. Кто к этому как относится, допустим, сами видите, в прессе появляются термины аннексия Крыма или возвращение Крыма, как исконной российской территории. То есть, вот та же политическая окраска есть и в том, и в другом случае. Но, как вы думаете, вот сегодня принято, повестка дня у власти, дойти до подписания соглашения об ассоциировании членствия в Евросоюзе. И одновременно, я так понимаю, что визит министра иностранных дел нашего Республики Молдова, госпожа Герман, в Москву для того, что, ну, официальная версия, так понимаю, везется многостраничный труд, подписанный в Вильнюсе для того, чтобы российская страна прочитала и удостоверилась, что нет никаких угроз. Ну, вот, опять же, это такой дипломатический маневр. Мне почему-то кажется, этот многостраничный труд в Москве уже есть. Ну, наверняка. Я знаю, в общем-то, что имеем дело не с страной, которую хотят, ну, так сказать, изобразить как региональный лидер, так сказать, опять цитата нынешнего американского президента. Вот, тем не менее, вот этот визит, он будет, ну, какую цель, в общем-то, достигнет и что принесет, как вам кажется? Вы знаете, я думаю, что во многом этот визит носит протокольный характер. Он, конечно, необходим с точки зрения молдавской дипломатии, потому что не поехать, не сделать шаг со своей стороны, не ознакомиться с этим документом и заверить при этом в том, что никаких подводных камней здесь нет, было бы нелогично и неправильно. А что касается практической отдачи от этого визита, я полагаю, стороны останутся на своих позициях и при своем интересе. Как это было уже во время предыдущего визита госпожи Герман в Москву летом 2013 года. В интересы Российской Федерации, конечно, не входит, чтобы Республика Молдова оказалась полностью в сфере влияния Запада. А проект евроинтеграции – это проект изначально сугубо политический. Он не базируется на экономических выкладках, если проанализировать даже поверхностным анализом этого. Это, по сути дела, проект отрыва Республики Молдова от влияния Москвы и перевода его под влияние Брюсселя, ну, опосредованно Соединенных Штатов. Причем в этом проекте значительную роль будет путем, скажем так, собственной инициативы играть, конечно же, румынское государство. Это обычный политический расклад для нашего края. В этой ситуации, безусловно, Москва не изменит свою точку зрения, в том числе в ходе предстоящего визита министра Герман. Я абсолютно в этом уверен. Ну и, конечно, не может быть речи с точки зрения и Москвы, и Тирасполя, чтобы в проекте европейской интеграции Приднестровье принимало какое-то участие. Вот подписание, точнее, или не подписание Украины вот этого документа, ну, мне кажется, и я все чаще склонен думать, что я даже уверен в этом, сыграло трагическую роль в истории Украины, не подписание. И хотя, вот смотрите, два проекта, европейский союз и таможенный союз, есть две витрины с цифрами, с экономическим анализом и понимание той же Украины, насколько она промышленно ориентирована на восточный рынок и на восточного заказчика. И, соответственно, процесс, тем не менее, был запущен. Украина достаточно активно работала в этом, в проекте восточного партнерства и называли уже лидером. Теперь мы фавориты в каком-то смысле в этом процессе. И вот в чем, ну, не знаю, такое, с одной стороны, недальновидное отторжение вот восточного вектора развития и такое маниакальное, ну, не знаю, притяжение или попытка все-таки, ну, вот как можно больше сблизиться с европейцами, вот с Западом, переложить практически переложить всю заботу в социальные нагрузки, на бюджет, на государство, переложить на плечи, так сказать, брюссельского совета министров. Это, причем, как мне кажется, сегодняшние политики делают это убежденно. Либо они очень убежденно демонстрируют свое движение. Я считаю, конечно же, что, говоря об Украине, мы должны быть максимально тактичными, выдержанными. В особенности это проявляется в Приднестровье, там, где люди с болью это восприняли, то, что произошло на Украине. С болью восприняли столкновения, жертвы, кто бы не погиб в ходе противостояния. И поэтому единственное тут, что можно выразить надежду, что украинские политические силы все-таки найдут возможность урегулировать все разногласия путем переговоров с тем, чтобы больше кровь не проливалась. Но, оставляя за скобками события Украины, как суверенной страны, суверенным народом, я выражаю свое мнение, что правые круги Запада способствовали, и причем способствовали прямо и сознательно, тем столкновениям, которые привели к кровопролитию на Украине. В этом плане роль таких правых западных кругов в том, чтобы спровоцировать столкновение, она однозначно. И руководствовались они теми же примерно рациональными с их точки зрения мотивами, которыми они руководствуются и в отношении Молдовы. Это, не обращая внимания на экономическую составляющую, оторвать любой ценой Молдову и Украину от всякого влияния Российской Федерации, таможенного, будущего Евразийского союза и исключить всякую возможность, даже гипотетическую, образование на месте бывшего СССР какого-то мощного нового интеграционного проекта и нового объединения, будь то единое государство или союз государств, вот как планируется тот же Евразийский союз. Для этого все и делается. Именно поэтому никто не обращает внимания на реальные экономические потери, которые, конечно же, в случае дальнейшей реализации Европроекта, как проекта изначально политического, наступят. А это прежде всего удар по реальному сектору экономики, по остаткам индустрии. Для Украины это сотни тысяч рабочих? Конечно, по остаткам научно-исследовательских коллективов и даже по аграрно-промышленному комплексу. Это касается, кстати, и Молдовы. Мы знаем, что доходящие до маразма есть некоторые правила, допустим, о том, что выращивать, это я имею в виду европейские правила, выращивать огурцы такого-то размера, бананы должны быть еще какие-то строго такие. Бананы мы еще не выращиваем. Ну, не выращиваем, но, тем не менее, уже и тут добрались есть какие-то критерии. Конечно, это неправильно. Именно надо не превратить, не позволить себя превратить в свалку товаров, которые к нам будут сбрасываться, потому что там заинтересованы, допустим, западние прута в том, чтобы наш рынок, я имею в виду рынок Молдовы, Приднестровья, Украины, как-то расширить для своих товаров и сбрасывать все. Но ни в коем случае не поднимать экономику бывшего СССР. Ну, по большому счету, куда же больше. Мы и так для них открыты максимально, как та же Украина. Посмотрите, допустим, супермаркеты, гипермаркеты, ну, все возможные, там, не знаю, тренды, бренды, то есть, и принципы менеджмента технологий всезападные. И фактически, то есть, уже давно работаем, все 22 года честно работаем на западную экономику. Ну, если речь идет о менеджменте, о маркетинге, то можно, конечно, брать, там есть и много полезного, и в плане организации, торговли, и подхода к сердцу покупателя через рекламу и так далее. Но там в расчетах нету главного, что могло бы взбодрить здешних людей. Нету рецепта и не может быть для того, чтобы поднять производственный сектор. Это, кстати, беда и самого Запада. Страны и международные организации, которые часть производства выносят в третий мир, они рискуют сами превратиться со временем в какие-то паразитарные образования, которые будут играть такую же роль, которую третий мир играл раньше. Ничего свое не производится. Есть какая-то буржуазия компрадорская, как мы ее называли и называем, которая просто ведет хорошее существование, делает деньги из воздуха, надувает финансовые пузыри, которые, кстати сказать, уже начали лопаться. Мы это видим. Именно поэтому я полагаю, что, конечно, более рационально было бы и более перспективно для малого бизнеса, для крупных производителей. И это все-таки более интенсивно работать с восточным рынком, который сейчас консолидируется частично вокруг таможенного союза. Но это мое мнение. Я его не хочу никому навязывать. Я пришел к этому путем анализа, в том числе экономических выкладок. Я когда-то сказал, что слушать, ну, точнее, привел цитату о том, что слушать – это очень опасно. Вас могут убедить. Вот. Но, наверное, правы те, кто говорит еще о чем бы ни говорилось в мире, всегда речь идет о деньгах. И в данном случае любое политическое направление, опять же, это продолжение экономических интересов государства. В нашей программе тоже есть мой маленький экономический интерес – это реклама, на которую мы с вами прервемся. Реклама о вечернем разговоре. Реклама о вечернем. Даро тратя за Мика Нисан. А это медикамент. Читайте с агентой проспекту. Где купить или продать автомобиль? Правильный и лучший выбор – автосалон «Интеравто». Ищите иномарку по демократичной цене и произведение автомобильного искусства, которое способно подчеркнуть социальный статус или имидж владельца? Тогда вам в «Интеравто» нас выбирают. За неизменно высокое качество обслуживания и индивидуальный подход к каждому клиенту. Вы можете обменять свой автомобиль на наше авто с доплатой или выставить свой автомобиль на продажу в нашем автосалоне. И это далеко не весь спектр услуг. Цена плюс качество – это не наш девиз. Это наша работа. Автосалон «Интеравто». Улица Михаил Витязов, 1. Телефон 29 46 70 или 069 07 37 73. Мэши? Эй, Кит. Коби-Брият? Улица Михаил Витязова ИНТРИГУ� Every Es Limит. Где нам losing то karate дын. ИНТРИГУ� ИНТРИГУ� «Авк gnome» «Авк губ» «Авк губ» «Авк. «Авк губ» «огрдорбой Т bullet» Лов. Г data Г rides Ep, Лавраганы Шорных Толстих Авкар Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы продолжаем наш вечерний разговор. У нас в гостях Андрей Сафонов, политолог. Мы закончили с вами нашу беседу в первой части о том, рассуждениями, что же так вызывает у нынешних властей от отторжения восточного партнерства. Я имею в виду ориентация на таможенный союз, на страны Востока, на своих партнеров и в Содружестве независимых государств. Тех, кто и обеспечивает сейчас энергетическую, будем говорить, составляющую страны. То есть это энергетический донор с одной стороны и с другой стороны рынок, как рабочая сила, так и продуктов. И в то же время стремление на Запад, как, допустим, главный политический тренд. Мне это напоминает, знаете, какой год, когда, наверное, последний президент Советского Союза, Михаил Горбачев, в свое время сделал, так сказать, развернув страну. Начал либерализацию экономики с помощью кооперативного движения. И затем фактически ликвидировал Советский Союз в ситуации, которая тогда происходила. Не уходя в детали, ГЧП и так далее. Но насколько чревата эта ситуация, я, например, наблюдаю за тем, что произошло в Украине. Мы где-то многие сегодня склонны думать. Ну, а большей части, наверное, больше пока еще говорить о том, что вот, нам грозит нечто подобное. С одной стороны, это может сработать и как мобилизацию тех, кто свято верит в наше западное будущее, европейское, как сейчас говорят. Хотя никто, наверное, не отменял право гражданам Молдовы считать себя европейцами. Да, пусть немножко восточнее Бухареста, но это такая же европейская территория. До границ, до восточных границ Европы, дальше, чем до западных. Понимаете? – Однозначно. Вообще-то программа восточного партнерства завершилась неудачей, и надо четко это понимать и говорить об этом вслух. Ведь что такое эта программа? Это, по сути, изобретение чиновников, ряда чиновников ЕС, которые, желая, с одной стороны, отличиться, с другой стороны, пытались дать какую-то конфету-пустышку, чтобы прикрыть отсутствие реальной перспективы приема в Евросоюз стран Украины, Молдовы и некоторых других, той же Белоруссии, никто принимать в состав ЕС, с тем, чтобы эти страны были полноправными членами Евросоюза, не собирался, конечно, и не собирается. Но чтобы эти страны не ушли под крыло Москвы, как говорили часто на Западе, было решено их каким-то образом подвязать. Но в этой подвязке нет главного. Нет экономической интеграции, которая давала бы возможность постсоветским государствам приподняться, взлететь и быть заинтересованными в том, чтобы увязаться с Западом посредством промышленности, АПК и так далее, и так далее, и так далее. Нет, потому что не додумали или изначально, в общем-то, не вписали туда. А я считаю, изначально в плане этого и не было. Зачем поднимать здешнюю экономику, если тут необходимо просто-напросто поле для того, чтобы сбрасывать свои товары? Ведь мы должны четко понимать, да, есть некоторые программы вроде компакта, там строительство мостов, ремонт мостов, социальных объектов, но не возникают производственные мощности, не строятся заводы. Все это совершенно очевидно. Трудоспособное население мигрирует либо на Запад, либо на Восток. И это самое, к сожалению, страшное. Поэтому я полагаю, речь, конечно, изначально шла, чисто повторяю, о политическом проекте под названием Европейская интеграция. Для полного и окончательного расчленения постсоветского пространства и недопущения новой интеграции на базе бывшего Советского Союза. Ничего другого. Ну вот сам факт визита нашего, то есть госпожи Герману в Москву. Мне кажется, это такая демонстрация того, что Молдова, нынешняя молдавская власть, еще не готова полностью игнорировать российские интересы. Так ли это? Ну, полностью игнорировать и нельзя. Хотя, по мере того, как однополярный мир все-таки постепенно уходит в прошлое, хотя это далеко процесс ни одной минуты, ни одного дня и ни одного года, конечно же, российский фактор, он не только сохраняет, но и в ряде случаев, как мы видим, в последнее время усиливает свое значение. Кроме того, полный игнор, он бы означал необходимость определиться также для официального Кишинева по преднестровскому вопросу. То есть, заявить о свободном плавании, о том, что мы идем на запад, вы идите на восток, если хотите, но концепция официального Кишинева пока в этом плане не меняется. Это территориальная целостная Молдова, которая, как говорят руководители Молдовы, должна вся, целиком принять участие в европейском интеграционном проекте. На что, конечно же, ПМР не соглашается, и я полагаю, и не согласится. Поэтому идет какая-то попытка сделать ряд необходимых дипломатических ходов для того, чтобы найти в этом плане хоть какие-то точки соприкосновения с Москвой, для того, чтобы избежать, может быть, резких шагов и со стороны России. Как кто? Возможное признание ПМР, Кишинев пытается этого избежать. Какие-то более активные двусторонние российско-приднестровские, де-факто союзные отношения и так далее и тому подобное. Цена на газ, возможно, смотрите, сегодня для Украины она выросла до максимального значения. Хотя максимальное значение тоже такое понятие растяжимое. Ну да. Но с Молдовой такой конфронтации у России, конечно, нет, как с нынешними властями в Киеве. И то, что происходит, допустим, на российско-украинской арене, это объясняется конкретной политикой с одной стороны нынешних властей в Киеве, с другой – отношением Москвы к этим властям, которые она не рассматривает такими же легитимными, как правительство Виктора Януковича. Опять-таки, повторяю, мы оставим это проблемой двусторонних российско-украинских отношений Москвы и Киева. Но подчеркнем, что официальный Кишинев в этой ситуации пытается, с одной стороны, не обострить отношения с Россией до опасной черты. И это, безусловно, позитивная тактика молдавского руководства. С другой стороны, не может и изменить свой подход в отношении европейской интеграции. А это уже не воспринимается Москвой и Тирасполем. А вся штука в том, что, как много раз говорили и на Западе, и на Востоке, принимать одновременно участие в интеграциях на два направления невозможно. Поэтому близок тот час, когда все равно придется сказать, мы идем туда, и это окончательно. Ну, я полагаю, это наступит примерно в тот момент, когда должны будут подписать вот это соглашение о ассоциации с ЕС Республикой Молдова, наверное, зона торговли. Ну, паспорт – это немножко отдельная песня. Сегодня проголосовали уже в окончательном варианте. То есть, последние мнения уже были высказаны. И скоро уже буквально в эти дни, в этом месяце, будет опубликовано решение о предоставлении граждан Республики Молдова безвизового въезда по биометрическим паспортам. И, несомненно, правящая коалиция проевропейского управления будет демонстрировать его на своем щите, как победители политических процессов Молдови. Потому что, когда-то провозгласив и сумев дойти до результата, несомненно, это будет восприниматься как завоевание. В этом есть элемент, конечно, завоевания, потому что это реальный успех молдавской дипломатии на брюссельском направлении. Но, конечно, здесь есть и, скажем так, вторая сторона медали. Ведь это аванс всего лишь. Да. Аванс в том заключается, что, по сути дела, Европа Молдове предоставляет примерно то же, что раньше предоставляла ей и Российская Федерация. Ну и предоставляет во многом и до сих пор. То есть, какое-то количество дней в течение полугода, когда там можно находиться. Но при этом не работать, да. Но если у большинства людей нет особой копейки в кармане, то, по большому счету, большинство людей это по барабану. Куда можно, как официально говорится, путешествовать. Я не могу путешествовать, допустим, ни в Бельгию, ни в Российскую Федерацию. Потому что у меня для этого денег нет. А что я хочу? Я хочу делать эти деньги? Мы же с вами сказали в самом начале, что все равно весь вопрос в деньгах. О чем бы ни говорили. А делать деньги-то как раз пока мне и не разрешают. Следовательно, какая-то часть, небольшая людей, она, конечно, будет путешествовать. Но много ли ты заработаешь, бывая какое-то количество дней в течение, допустим, полугода? По сути дела, это действительно аванс. И это отнюдь не та перспектива, которая может быть сопоставима с перспективой тех стран, которые вошли в ЕС в качестве полноправных членов. А Молдове такой вопрос не стоит. Хорошо это или плохо? Но это факт. То есть получается, что в данном случае Запад, Европа сделала себе праздник. То есть приезжайте и тратьте свои деньги у нас, потому что вы будете путешествовать, вы будете навещать своих родственников, вы будете учиться. Европа надо отдать ей должное, Станислав, она умеет совмещать всегда приятное с полезным. Не всегда стратегические последствия этого хороши. Но, тем не менее, они стараются так делать. С одной стороны, приезжие потратят деньги. Но, опять-таки, повторяю, может быть, их будет не так много. А с другой стороны, попутно, они пытаются таким образом отсечь ту или иную страну, которой предоставлен этот режим, от восточных интеграционных проектов, от таможенного союза, от будущего евразийского, или от какого-то государства, которое на базе евразийского и таможенного союзов, быть может, появится со временем. На это как раз все это и направлено. И еще. Ведь параллельно с европейской интеграцией, время от времени всплывает тема в евроатлантической интеграции. Поскольку за все надо платить, то иногда встает вопрос о перспективном членстве полностью или в ряде программ. Ну, в некоторых уже есть участие блока НАТО. Кое в каких... Да, миротворческих уже участвуют. И это, конечно же, оборотная сторона медали, которая также гласит о том, что ничего бесплатного не бывает. Ни на Востоке, ни на Западе. Вопрос в том, чтобы избрать ту модель интеграции, которая грозит тебе меньшими издержками. Ну, а как вам кажется, какая все-таки сторона мира, Востока и Запада, наиболее дружественно относится к Молдове? Демонстрация дружественности, она присутствует и там, и там, в дипломатических кругах, в всех этих встречах. Никто не отменяет политический политесс в отношении того, что должны сиять улыбки, фотокамеры, впечатлить всю доброжелательность политиков и дипломатов. Но все-таки, по сути, если заглянуть вглубь, в душу процесса, что евроинтеграционно, что таможенный союз, где дружественней? Я полагаю, что если отбросить в сторону голую агитацию и, опять-таки, улыбки с политессом, то надо идти рациональным путем. Какая модель интеграции дает возможность, первое, сохранить производственную базу, второе, сплотить людей на базе имеющихся каких-либо общих ценностей, которые уже в прошлом и в настоящем доказали свою живучесть, третье, дать возможность аккумулировать ту человеческую энергию, которая в будущем получит возможность превращаться в какую-то конкретную отдачу, опять-таки, в промышленности, в научно-исследовательской работе, в агропромышленном комплексе и так далее, и так далее, и так далее. Мне кажется, сейчас это восточный интеграционный проект, связанный, во-первых, с таможенным и Евразийским союзом, и, во-вторых, с этим евразийским проектом, который уже, в свою очередь, упирается в большой проект стран БРИКС. Посмотрите, интеллектуальная мощь и одновременно недорогая мощь Индии, о чем все подчеркивают... Лучшие программисты мира. Да, и шахматисты. Достаточно недорогая рабочая сила, но очень эффективная в Китае. Это военная мощь и технологические наработки, которые все равно еще остаются и где-то усиливаются в Российской Федерации. Это непочатый край латиноамериканского потенциала, начиная от той же Бразилии и кончая Венесуэлой и многими другими странами. И те государства, которые видят о том, что нельзя жить по методу золотого миллиарда, который, как некоторые политики этого миллиарда говорят, можно базироваться на своей прошлой славе, прошлой мощи, ценностях, которые, да, они принесли много славы и пользы, но они нуждаются уже в обновлении. Нельзя считать, что ты будешь вечно потреблять, ничего не производя. И с этой точки зрения, несмотря на безусловные плюсы, которые все равно остаются у Евросоюза и Соединенных Штатов, я полагаю, что европейский интеграционный проект уже прошел пик своего развития, пик своей мощи и пик своей перспективы. В этом плане, мне кажется, тщательно все сопоставляем и все-таки придем к непредвзятому выводу, что будущее за евразийским интеграционным проектом, за странами БРИКС и за многими странами, которые готовы с БРИКСом работать. Путин, когда встречался с Борозой, последняя из его встреч, там озвучилась идея, или, точнее, произошла такая реанимация идеи российского президента о Евросоюзе от, так сказать, Урала до Адриатики. Ну, возможно ли, что таможенный союз или, в общем-то, вот эта вот восточная интеграция могла бы так гипотетически перерасти в этот союз? Или все-таки Запад, не говоря, давая положительные оценки вот этой идеи, все-таки будет ее отторгать? Я полагаю, что Россия как часть европейского проекта невозможна. Она велика, она перспективна, она самодостаточна. Как взаимообогащающие проекты, да, я полагаю, это возможно. Но для этого, как мне представляется, не только Россия должна тщательно прорабатывать такие варианты, но и Евросоюз, и вообще европейские страны должны решительно отбросить ту либеральную идеологию, которая поставила Евросоюз и традиционные страны Европы на грань катастрофы. А, быть может, в чем-то вернуться, а в чем-то рвануть вперед к тому здоровому началу, которое в Европе было раньше. Это традиционные ценности больших стран Европы, таких как Германия, Франция, Италия. Это в том числе и христианство. Это, наконец, и обращение к своим корням. Отбрасывание вот этого космополитического фактора. Прекращение полностью опозорившейся и обанкротившейся политики мультикультурализма, которая прекращает Европу делать Европой. Вот в этом случае и здесь могли бы хорошую роль сыграть евроскептики, а также и те, на мой взгляд, здоровые политические силы Европы, вроде Национального фронта Франции во главе с отцом и дочерью Лепен. В этом плане блок такой Европы с Россией, которая сейчас является сама носительницей многих традиционных европейских ценностей. Да и мы с вами, находясь в Европе, во многом являемся таковыми. Вот с этой точки зрения диалог России и Европы, полагаю, да, он перспективен. Ну, в общем-то, интересная оценка. Давайте вернемся уже немножко и на нашу с вами сзади. Да. Здесь, находясь, работая в Кишиневе и участвуя, как журналист, в освещении процессов, переговорного процесса между Кишиневым и Тирасполем, как в двухсторонних встречах или в формате 5 плюс 2, мы всеми силами демонстрировали, что в стороны все двигаются, двигаются на сближение. Двигаются, чтобы вот-вот договориться, и, так сказать, некая модуляция была, но она все больше зашкаливала в сторону сближения сторон. Как виделось все из Тирасполя? Насколько были ли у нас в этой более чем 20-летней истории сосуществования в рамках одного государства более-менее такие самые близкие процессы? То есть, модуляция со стороны взгляда из Тирасполя? Ну, в Приднестровье оценивается это так, насколько приходится общаться с людьми, самых разных, как говорится, политических взглядов. Конечно, после распада Советского Союза, многие именно так и оценивают, что на руинах СССР потом и распался ряд бывших союзных республик. Это, конечно, была трагедия, начиная от распада с самого верха и до самого низа. Но, тем не менее, за 20 с лишним лет, с политической, если брать точки зрения, конечно, по обе стороны Днестра появились люди, которые уже не помнят не только бывшего СССР, но и бывшей Единой Советской Молдавии. Те люди, которым сейчас 16, 17, 18, 20 лет, они уже получали паспорта о республике Молдовы и Приднестровской Молдавской республики. А до этого свидетельства о рождении, всевозможные акты гражданского состояния в абсолютно новых условиях. И это определило политическое восприятие людьми, в особенности молодыми и среднего возраста, того, что происходит. Но это, конечно, не отменяет того, что необходимо снимать барьеры для эффективного экономического взаимодействия. Необходимо продолжать снимать барьеры, которые могут привести снова к военному противостоянию. Мы уже немножко коснулись вопросов урегулирования и снижения напряженности в зоне безопасности. Это не снимает тех вариантов, которые требуют взаимного признания многих документов, давания возможности людям учиться и работать по обе стороны Днестра, спокойно ездить друг к другу, с тем, чтобы не страдали обычные люди. И в этом плане, в частности, такой позитивный момент был в общей нашей истории, как правление, если говорить о Молдове, президентства Петра Лучинского в ту эпоху. Когда без какой-то громкой политической риторики, очень часто реализовывались экономические проекты, которые давали возможность совместить интересы и Приднестровья и Молдовы, которые давали возможность бизнеса у Молдовы и Приднестровья, находить общие проекты, находить точки соприкосновения и работать именно не как-то так вот в воздухе, а реализовывать конкретные варианты взаимодействия. Эти четыре года, вот насколько я припоминаю, 97-2001 годы, с этой точки зрения, они были достаточно конструктивными и позитивными. Понятно. Ну вот если говорить еще и о том, что мы сейчас наблюдаем за такой борьбой титанов, и баррикады этой борьбы проходят сейчас под Днепром, так позволю себе такой образ, непосредственной близости от нас. Что такое 480 кентров до Киева, да, и в общем-то практически ничего в масштабах планеты. И вот каковы сценарии возможны на Украине, как они повлияют на будущее Приднестровья, на возможность, ну, все-таки интегрироваться в Молдову, либо реализовать те идеи о самостоятельности, которые существуют сегодня в Тираспоре? Ну, я фиксирую внимание на том, что сейчас есть, исходя из фактов. Как бы концептуальная политика, конечно же, остается в ПМР, и это подтвердила на днях и министр иностранных дел ПМР Нина Штански, которая вела переговоры с коллегой из Кишинева Евгением Карповым, вице-премьером по реинтеграции. Это базируется на ряде основополагающих моментов, в частности, референдум 2006 года, концепция внешней политики, которая имеется. Если же говорить о ситуативной части этого вопроса, то, конечно, Приднестровье будет в любом случае стараться работать с Украиной. Но при этом, опять-таки, уже подключаем больших игроков. В каком случае Приднестровью будет легче реализовывать свою стратегию, если схватка между большими игроками, она войдет в клинч? Ну, знаете, цена на газ подняли, те обиделись на что-то перекрывать эту нить, которая идет через... Ну, здесь я не думаю, что пока будут перекрывать именно газопровод, и я не думаю, что киевские власти будут давить на Тирасполь, как бы в отместку за повышение цен на газ. Это все-таки немножко разные вещи. Тут есть аспект с военным присутствием. Да, возможно, в Киеве ряд политиков, конечно, тревожатся этим присутствием. Но Приднестровье его рассматривает безотносительно к какой-то угрозе в адрес Украины. Это считается гарантией физической безопасности ПМР на протяжении 24 лет. Российская Федерация настаивает на федерализации Украины. Объективно, этот проект, конечно, для Приднестровья создаст определенные, как бы, облегчающие моменты. Потому что в случае федерализации влияние России на юге и востоке Украины, безусловно, будет выше, чем имеется сейчас. Если Западу удастся парализовать этот проект и останется Украина при контроле властей в Киеве и их нынешней направленности, тогда, да, возможно, для Приднестровья Тишинев попытается создать, это естественно с позиции Тишинева, создать некоторые трудности путем, первое, постановки под контроль импорта ввозимого в ПМР, второе, недопущение внешнеполитического выхода на Украину со стороны Приднестровья, лишенного Кишиневского контроля. С этой точки зрения, конечно, у Приднестровья могут быть определенные трудности. Но, опять-таки, будем надеяться, что со всех сторон разум возобладает, и все будет решаться путем диалога, без применения как открытого, так и скрытого давления друг на друга. – Ну, уже под конец поговорим о нашей политической жизни, которая здесь развивается, набирает обороты, иногда, так сказать, то больше, то меньше, в Кишиневе. Сегодня мы наблюдали за тем, как проходили дебаты в парламенте, очередном годом недоверия правительству Лянко. И, ну, предпринимались, конечно же, выносить на обсуждение определенные аргументы в пользу этого вотума недоверия. Как, собственно, звучали оценки в сторону тех, кто эти аргументы высказывал. Вот это противостояние, вот этот вотум недоверия – это попытки повлиять на процесс движения на Запад. Или это, не знаю, с одной стороны, для партии коммунистов – это, так сказать, приверженность их тренду оппозиционности и сохранить за собой, так сказать, тот электорат, который будет голосовать за эту партию. Либо, может быть, опять, я всегда применяю очень часто, даже, может быть, чересчур этот термин – операция прикрытия каких-то других процессов. Ведь о чем бы ни говорили, всегда речь о деньгах. Ну, речь идет не только о деньгах, но также и о перспективе. Конечно, когда удается совместить деньги с перспективой, это всегда самое хорошее. Но в перспективу входит и политический момент. Поэтому в данном случае, мне кажется, как со стороны партии коммунистов, которая ставила очередной вопрос о вотуме недоверия действующему правительству, так и со стороны ныне правящей коалиции проевропейского правления, такого рода столкновения, вроде которого, что было сегодня, – это подготовка. Подготовка, связанная с перспективой главного генерального сражения. А именно, предстоящих в Молдове парламентских выборов. А эти выборы будут ознаменовать, каким путем пойдет Молдова, в каком направлении. Либо сохранится твердое движение на Брюссель и частично Бухарест, либо будет какое-то еще время топтания на месте, либо, возможно, разворот в сторону таможенного и будущего Евразийского союза. Вот из этих слагаемых, которые идут раз за разом во время сражений в парламенте, на дебатах политических партий, а также на улице, и складывается вся многообразная мозаика, которая и должна привести к осенним, ноябрьским, предположительно, выборам в парламент. Это и будет тот момент истины, который скажет нам, каким дальше путем идти Молдове, как говорил Генрих Сенкевич в своем романе «Камо грядеши». Ну, надо только напомнить нашим с вами согражданам о том, что этот момент истины во многом зависит от нас с вами, не только говорящих, но и несущих этот бюллетень избирательный в урну, где мы куда вписываем либо свои надежды, так сказать, на тех политиков, которые дальше будут трансформировать или реализовывать наши идеи. Хотя, мне кажется, разочарованность в политическом классе очень велика в Молдове. С одной стороны, да, есть устойчивый электорат у тех или иных партий, но в целом огромная масса людей, которые разочаровались в непоследовательности одних и в том, что, так сказать, наверное, разочаровался еще отчасти, что из-за вот этой непоследовательности или, может быть, нерешительности побеждают силы, которые пока еще не близки ни ментально, ни политически, ни общественно к большому количеству наших с вами сограждан, которые еще видят свое будущее или надежды складываются тем, что таможенный союз как можно ближе предвинут. То есть, еще возлагают надежды на Российскую Федерацию. Ведь русскоязычных очень много. И не так давно я прочитал, не помню, то ли в немецкой прессе, высказывание о том, что наличие русских анклавов в бывших советских республиках, сегодня в странах молодой демократии, создает проблему продвижения этих стран, этих республик на Запад. И в таком... тут не говорилось о слове, не обозначали, что эти люди должны стать изгоями, то есть как мешающие процессу. Но, в общем-то, давали понять, что это проблема, потому что это развязывает руки Российской Федерации, и она заступается за этих людей, за их идеи, символы, так сказать, и их безопасность. И таким образом процесс, святой процесс движения, так сказать, европеизации страны накрывается медным тазом. То есть, насколько все это верно? Насколько это святой процесс, это еще большой вопрос. Но я полагаю, что сейчас, по прошествии нескольких лет четкого водораздела, у того же Таможенного союза, у Евразийского проекта, много людей, сторонников самых разных национальностей, далеко не только русских и русскоязычных, но это и молдаване, это и казахи, это и украинцев много, и белорусы. В общем-то, люди определяют сейчас уже не по тем критериям во многом, которые были в начале 90-х, а по степени полезности, когда ты, мыкаясь на чужбине, и зная, что ведь, в принципе, эту работу можно было бы делать и у себя дома, и создать там не хуже условия, все четче понимают, что реальные альтернативы сплочению, объединению народов бывшего Советского Союза на новой, конечно, основе, попросту нет. И это подводит нас к главному выводу. Выборы, которые предстоят, конечно, каждый должен определиться сам. И тут ничего не скажешь, кроме двух фраз. Первое – это каждый из нас кузнец своего счастья. А второе – если ты отсидишься дома и не будешь заниматься политикой, то политика потом, сформулированная уже кем-то другим, вплотную займется тобой. Ну вот, часто получается так, что, ну, много раз слышал опять же эту фразу, о том, что побеждают на выборах те, кто лежит на диване. То есть, получается, за них проголосовали, за них все сделали, а потом они, так сказать, соглашаются с тем выбором, который делал кто-то за них. И, видимо, эта соглашательская такая позиция человеческая, она, ну, не знаю, позволяет им каким-то образом выжить. Рано или поздно, когда приходит момент настоящего выбора, этот принцип может сильно подвести. Пока ты несколько лет или десятилетий как бы болтаешься между разными проектами, теми же интеграционными, то можно особенно и не ходить на выборы. Все равно разногласия между теми, кто придет к власти, ее потеряет в основном в тактике. А когда есть геополитический выбор, когда действительно будущее твоей страны, какое оно будет, зависит от того, встанешь ты с дивана и пойдешь на избирательный участок. Вот в такие судьбоносные моменты, конечно, лучше поваляться на диване уже после того, как подсчитают голоса, и ты узнаешь, что ты действительно победил. Ну, что же делать. Довольно позитивный у нас с вами финал. Надеюсь, зрители разделят с нами наше мировоззрение, наше, так сказать, убежденность в том, что здравый смысл должен победить. И еще вот буквально минуту назад я себя поймал на мысли о том, что очень логично здесь бывает и мысль, когда вы говорили о том, какое огромное количество людей, наши с вами сограждан, разбросано по миру в поисках счастья. И, как правило, обрести его можно только дома. Вот где родился, там и пригодился. Только так. И главное всем счастье, здоровье, и пусть дом у каждого будет по-настоящему полной чашей. Спасибо вам за сегодняшний разговор. У нас в гостях был Андрей Сафонов, напомню, депутат Первого парламента Республики Молдова, ныне политолог и президент Центра, если я себе позволю все-таки подглядеть, название Центра стратегических исследований инициатив Юго-Восток Тираспы. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Благодарю. А нашим телезрителям, желаю дальше следить за эфиром вечернего разговора, будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин